Вот какую паську мы имеем на 9 сентября. Вот они все одинокорпусные наши улья. Все уже запакованы, скомплектованы гнезда. 17 ульев у нас. И сейчас мы их закармливаем сиропом. Вот такие старого типа улей. Мы их закармливаем, ставим кормушки. Вот она. Такого у нас старого типа улей. И здесь вот у нас досточки. Сверху все уложено. Холстик. Подушечка. И вот такая кормушка ставится. Все, она уже пустая. Мы сегодня утром залили. Сейчас они все съели. Сейчас на ночь нальем еще кормом. Пусть выбирают. На один улей надо потратить 10 килограмм сахара на зиму. Вот мы посчитали количество ульев. Развели, привезли сахара. С расчетом 10 килограмм на улей. Разбавили его с водичкой. В концентрации 2 к 1. Два сахара, один. Одна вот часть воды. И все. Вторые улья у нас новые. Немножко другая конструкция. Получается рыжка с такой сеткой. Здесь мы кормим вот такими пакетами. Вот у нас целлофановый пакет с сиропом. И вот у него дырка. И с нее потихонечку капает, льется сироп. Тоже очень удобно. Поклал пакет. С него потихонечку бежит сироп. Пчелы его забирают. И вот так получается, надо сделать 5 кормежек пчел. Чтобы им хватило на зиму. Вот в принципе и все. Таким образом мы закармливаем пчел. Осталось совсем немного работы на пасеке в этом году. Закормим пчел. Обработаем их бипином от клича. И можно ставить в омшайник и забывать о них до апреля. Периодически проверяя, конечно, их состояние в омшайнике. Ну все. На этом все о кормежке. Вкратце я сказал, что непонятно. Спрашивайте в комментариях. Обязательно отвечу. Ставьте лайки. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok